Приветствую вас, и думаю, проблема, которую вы описали, решается в некоторых направлениях. Первое касается, собственно говоря, самооценки и принятия себя. Вы пишете, если вы полненькое, и почему-то считаете, что это плохо. И вот этот вопрос хотелось бы с вами разобрать как можно более подробно. Почему вы считаете, что тот факт, что вы полненькое, является негативным для вас и для вашего мужчины? Вот вы говорили своему молодому человеку, чтобы он похудел. Это означает, что вы его не принимали таким, как он есть. Понятно, что через него вы хотели похудеть сами. И понятное дело, что вы, наверное, не верили в то, что он действительно похудеет, что он реально это сделал. Но он так сделал, он так поступил, и теперь вы ему завидуете. Завидуете тому, что он смог это сделать, а вы нет. И на самом деле, в этой ситуации вы можете поступить только двумя способами. Либо принять себя, такой, какая вы есть, и перестать обращать внимание на то, как вы выглядите в этом плане, и наоборот, приумножать свои достоинства, свои плюсы, развиваться, чего-то добиваться и так далее. Либо, собственно говоря, изменять свой внешний вид, свою фигуру. То есть, конкретно садиться на определенную диету, регулировать питание и заниматься спортом и так далее. Потому что если это сможет сделать мужчина, то сможете и вы сделать. И если вы выбираете первый вариант, то для начала нужно подумать, вот о чем. Почему вы, как бы, комплексуете по поводу своей фигуры? Почему вы вообще хотите себя изменить? Вам кто-то говорил, что быть полненькой это плохо? Если так, то не стоит слушать этих людей. А нормы внешнего вида, нормы фигуры, физические параметры, все это очень сильно нависит от моды. И сейчас пошла мода на очень худых девушек, тогда как быть худым достаточно вредно. А вот полнота, но полнота умеренная, да, не такая, слишком сильная, это залог здоровья, залог крепости организма, залог определенного добродушия и благосостояния. Посмотрите на, скажем так, символы магазинов мясных, там, какие-нибудь еще, деревенских, например. Там везде люди в теле. Почему люди в теле? Потому что человек в теле это здоровый человек. А человек худой, это человек болезненный. И этого, ну, лучше постараться понять и принять. Далее, люди, которые говорят вам или намекают на то, что вы полненько в негативном контексте, ну, как правило, имеют свои собственные проблемы. Проблемы, например, по принятию самих себя. Проблемы, например, по достижению своих целей. Такие люди не счастливы. И вот почему. Счастливый человек, гармоничный, который находится в единогласии с самим собой и с другим, никогда не будет негативно реагировать на другого человека. Потому что это не естественно для него. Счастливый человек будет делиться счастливым. То есть то, что у него есть внутри. А несчастливый человек, несчастливый, будете делиться несчастным негативом. Именно потому, что это то, что у него внутри. И когда вам говорят, что вы там плохая, что вы полненькая и так далее, и говорят, это без какого-либо конструктива, а просто с негативом, то это означает, что человек просто за счет вас стремится самоутвердиться. Не более того. И не нужно обращать внимания на этих людей. Они этого не достойны. Это люди несчастные, это люди, у которых есть свои проблемы. И они на фоне вас пытаются выглядеть лучше. Таких людей нужно пожелить и не воспринимать всерьез. А себя, себя учиться любить через достижение собственных целей и стремлений и желаний. Причем, заметим, не связанных с физическими данными. Потому что, если люди друг друга любят, то физические данные значения особого не имеют. Так как, во-первых, любовь это духовное чувство, и во-вторых, человек может заболеть, человек стареет, человек меняется. И нельзя сохранить красивое тело на всю жизнь. Любящие люди это понимают, поэтому не придают этому большого значения. Хотя, безусловно, в качестве дополнения и с точки зрения эстетики, это хорошо. Далейший момент, который нужно обязательно затронуть, это момент такой, как вы хотите выглядеть, то есть, какой ваш идеал, вот лично ваш идеал, без оглядки на чужие мнения, без оглядки на желание быть красивой и так далее. Вы сейчас уже красивы. И быть красивее, значит быть не похожее на саму себя. Ну вот, без акцента внимания на страхе, на желание понравиться и на неуверенность в себе. Как вы хотите выглядеть? И ради чего вы хотите похудеть? Вообще говоря, на этот вопрос и надо ответить. Ради чего вы хотите похудеть? Чего вы хотите добиться? И уверен, что бы вы ни назвали из своих целей, этого можно добиться не худея, не мучая себя и свой организм. Радой человек, если он ведет себя так, как вы говорите, относится к вам не искренне, потому что, ну, понятно, что его, во-первых, во-первых, никто не заставлял худеть, а во-вторых, если он похудел, то он похудел для себя, потому что ему так хотелось. Ну, теперь это позволяет ему, опять-таки, выглядеть лучше на вашем фоне. Это означает, что мужчина, в общем-то, не имеет других средств быть лучше вас, чем этот средств. И это, в свою очередь, говорит о том, что человек, это достаточно слабый, не до конца зрелый, и к вам относится он, к сожалению, недостаточно искренний, недостаточно душевный, недостаточно тепло. И высказывает вопрос, а почему вы с этим человеком тогда вместе, если он к вам не столь теплые чувства питают? Ради чего вы с ним? Пожалуйста, ответить на этот вопрос точно нужно, чтобы пересмотреть отношения с ним и, может быть, выработать стратегу поведения другую, может быть, как-то пересмотреть с ним отношения, может быть, поговорить прямо и сказать, спросить его в лицо, почему он так себя ведет. Но может быть и такая ситуация, что молодой человек просто-напросто ведет себя нормально, просто вы, не принимая себя до конца, в его поведении видите что-то оскорбительное. Если это действительно так, то вот тогда я рекомендую работать вам над уверенностью в себе, и тогда вы не будете видеть поведение людей, что-то оскорбительное, потому что здесь то, что вы пишете, к сожалению, вопрос интерпретации, то есть вы интерпретируете поведение вашего молодого человека как негативное для вас. Но в действительности это поведение может быть и неотносяженство к вам, но вы в силу того, что что-то вас волнует, видите, это именно так. Соответственно, разбор того, что вас волнует, проработка слабых ваших уязвимых мест поможет вам воспринимать поведение людей таким, какой оно есть, и реагировать только на откровенные, открытые выражения мыслей, эмоций, чувств людей, а не искать контексты, подтексты, намеки и так далее. Потому что намеки, это всегда интерпретация, а интерпретирует в человеке только то, что его беспокоит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Приветствую вас. И думаю, проблема, которую вы описали, решается в некоторых направлениях. Первое касается, собственно говоря, самооценки и принятия себя. Вы пишете, если вы полненькая. И почему-то считаете, что это плохо. И вот этот вопрос хотелось бы с вами разобрать как можно более подробно. Почему вы считаете, что тот факт, что вы полненькая, является негативным для вас и для вашего мужчины? Вот вы говорили своему молодому человеку, чтобы он похудел. Это означает, что вы его не принимали таким, как он есть. Понятно, что через него вы хотели похудеть сами. И понятное дело, что вы, наверное, не верили в то, что он действительно похудеет, что он реально это сделает. Но он так сделал, он так поступил. И теперь вы ему завидуете. Завидуете тому, что он смог что-то сделать, а вы нет. И на самом деле в этой ситуации вы можете поступить только двумя способами. Либо принять себя, такой, какая вы есть, и перестать обращать внимание на то, как вы выглядите в этом плане. И наоборот, приумножать свои достоинства, свои плюсы, развиваться, чего-то добиваться и так далее. Либо, собственно говоря, изменять свой внешний вид, свою фигуру. То есть конкретно садиться на определенную диету, да, регулировать питание и заниматься спортным и так далее. Потому что если это сможет быть мужчина, то сможете и вы сделать. И если вы выбираете первый вариант, то для начала нужно подумать вот о чем. Почему вы как бы комплексуете по поводу своей фигуры? Почему вы вообще хотите себя изменить? Вам кто-то говорил, что быть полненькой это плохо? Если так, то не стоит слушать этих людей. А нормы внешнего вида, нормы фигуры, физические параметры, все это очень сильно нависит от моды. И сейчас пошла мода на очень худых девушек, тогда как быть худым достаточно вредно. А вот полнота, но полнота умеренная, да, не такая слишком сильная. Это залог здоровья, залог крепости организма, залог определенного добродушия и благосостояния. Посмотрите на, скажем так, символы магазинов мясных, там, какие-нибудь еще, деревенских, например. Там везде-везде люди в теле. Почему люди в теле? Потому что человек в теле – это здоровый человек. А человек худой – это человек болезненный. И это вам, ну, лучше постараться понять и принять. Далее. Люди, которые говорят вам или намекают на то, что вы полненько в негативном контексте, ну, как правило, имеют свои собственные проблемы. Проблемы, например, по принятию самих себя. Проблемы, например, по достижению своих целей. Такие люди не счастливы. И вот почему. Счастливый человек, гармоничный, который находится в единогласии с самим собой и с другим, никогда не будет негативно реагировать на другого человека. Потому что это неестественно для него. Счастливый человек будет делиться счастьем. То есть, то, что у него есть внутри. А несчастливый человек, несчастный, будет делиться несчастным негативом. Именно потому, что это то, что у него внутри. И когда вам говорят, что вы плохая, что вы полненькая и так далее, и говорят, это без какого-либо конструктива, а просто с негативом, то это означает, что человек просто за счет вас стремится самоутвердиться. Не более того. И не нужно обращать внимания на этих людей. Они этого не достойны. Это люди несчастные, это люди, у которых есть свои проблемы. И они на фоне вас пытаются выглядеть лучше. Таких людей нужно пожелеть и не воспринимать всерьез. А себя, себя учиться любить через достижение собственных целей и стремлений и желаний. Причем, заметим, не связанных с физическими данными. Потому что, если люди друг друга любят, то физические данные значения особого не имеют. Так как, во-первых, любовь – это духовные чувства, и во-вторых, человек может заболеть, человек стареет, человек меняется, и нельзя сохранить красивое тело на всю жизнь. Любящие люди это понимают, поэтому не придают этому большого значения. Хотя, безусловно, в качестве наполнения и с точки зрения эстетики – это, конечно, хорошо. Дальше момент, который нужно обязательно затронуть – это момент такой, как вы хотите выглядеть. То есть, какой ваш идеал, вот лично ваш идеал, без оглядки на чужие мнения, без оглядки на желание быть красивой и так далее. Вы сейчас уже красиво. И быть красивее – значит быть не похожее на саму себя. Ну вот, без акцента внимания на страхе, на желание понравиться и на неуверенность в себе. Как вы хотите выглядеть? И ради чего вы хотите похудеть? Вообще говоря, на этот вопрос и надо ответить. Ради чего вы хотите похудеть? Чего вы хотите добиться? И уверен, что бы вы ни назвали из своих целей, этого можно добиться не худее. Не мучая себя и свой организм. Молодой человек, если он ведет себя так, как вы говорите, относится к вам не искренне. Потому что, ну, понятно, что его, во-первых, никто не заставлял худеть. А во-вторых, если он похудел, то он похудел для себя. Прямо ему так хотелось. Но теперь это позволяет ему, опять-таки, выглядеть лучше на вашем фоне. Это означает, что мужчина, в общем-то, не имеет других средств быть лучше вам, чем этот средств.